итак тема нашего вебинара это здоровье сберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья начнем с того что одна из задач стандартная это охрана и укрепления физического и психического здоровья в том числе конечно и эмоционального благополучия и значит вообще как удержать статистика да что здоровье ребенка она на 20 процентов состоит от наследственных факторов также 20 процентов от условий внешней среды это экология до так или иначе влияет на 10 процентов от системы здравоохранения да но как бы куда же 50 50 процентов это от самого человека то есть от того образа жизни который он непосредственно ведет если на первые 50 процентов здоровья педагоги могут не могут совсем повлиять там тут наследство экологии так далее то другие 50 процентов они как раз напрямую зависят от слаженной работы и педагогов и родителей ну и конечно же медицинских работников и следовательно одной из основных задач в работе с детьми с ОВЗ является такая организация методика проведения всех оздоровительных и воспитательно образовательных мероприятий при которой не только сохраняется именно хороший уровень и работоспособности и дальнейшее развитие непосредственно идет ребенка но и укрепляется его здоровье таким образом мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все виды деятельности да это те самые здорово сберегающие технологии эта система мер которая включает взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды и укрепления здоровья на всех этапах его обучение конечно же развития но главное до таких принципов должны придерживаться взрослые до при воспитании обучение развития детей это конечно принципы принципы самый главный принцип не навреди да то есть прежде чем брать и использовать какую-то технологию мы должны изучить но как мы изучаем отзывы да о каком-либо там инструменте то же самое технологии если мы берем одно из средства мы изучаем отзывы и анализируем какую-то статистику до опыт работы других педагогов данной области применяющих данную технологию соответственно это самый главный принцип не навреди следующий принцип сознательности активности то есть понимание для чего мы ее применяем и для чего дети непосредственно должны использовать данную технологию непрерывности здоровью сберегающего процесса соответственно вытекать из всего этого из применения данного принцип всестороннего и гармоничного развития личности доступность и индивидуальность и это важно почему доступность на каждом возрастном этапе у нас есть более такие сенитивные периоды на которых мы понимаем что какому ребенку подходит на данном этапе кому-то чуть постарше до данной технологии применять и это важно и опять же нужен индивидуальный подход каждому ребенку но соответственно дети с особенно возможностями здоровья мы и предполагаем что они должны понимать что каждый ребенок индивидуален соответственно у каждого свои особенности критерий так далее уровень развития да не только физического но и умственного и так далее поэтому важно понимать какую технологию когда и с кем можно применять не пошла технология мы поменяли или как бы вообще убрать применение доступности индивидуальности систематичности последовательности тоже немаловажный принцип понимая того что мы потихоньку-потихоньку внедряем да как процесс закаливания тоже а он постепенный любые здоровье сберегающей технологии опять же переходя к главному принципу это не навреди принцип системного чередования нагрузок и отдыха это немаловажно особенно вообще детьми да и не только с детьми но и взрослыми мы понимаем да что постоянно такая активная нагрузка она будет сложна применяя именно оздоровительные по физическому развитию соответственно применили отдохнули и как бы вообще предполагающий здоровый образ жизни да в целом использование какие-то технологии и предполагать чередование равномерное использование да чтобы не было скажем не только физической перенагрузки да но и психологически потому что вот эта тонкая связь между опять же вот соматическим до здоровья психическим и физическим особенно у детей это все проходит взаимосвязано вот медико-профилактические технологии применяемые именно дошкольном образовании они обеспечивают сохранение конечно самое главное сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала особенно да и конечно с теми требования и новыми которые необходимы для детей дошкольного возраста суда относится прежде всего это мониторинг здоровье детей то есть это диагностика когда мы понимаем да что у ребенка да какие-то проблемы со здоровьем естественно этот мониторинг проводится наиболее чаще обычно значит мониторинг по состоянию здоровья как бы выявление до уровня физического развития в начале года сентября да диагностируется и в мае насколько в течение этого учебного года какие изменения произошли физическом психическом развитии соответственно да изучаем и мыслительные операции и какие-то параметры развития физических качеств но этот мониторинг он должен быть более чаще теперь это доступно использование пульсометрии шагометрии да насколько ребенок должен двигаться до сколько движений проходить насколько активно проходит различные формы физического воспитания и насколько они эффективны благо сейчас это легко как бы определяется когда программа до непосредственно часами устанавливается нет на телефон и регулируется в течение всех всего проведения как самой формы например занятий динамической паузы досуга физкультурного так и после значит это мониторинг непосредственно конечно организации контроль питания детей да вот закаливание да кому нужно и необходимо а после болезни с кем-то это закаливание пока по придержать пока не окреп иммунитет они ребенок до конца не выздоровел контроль питания соответственно это у нас уже более строго и соответственно понимание должно быть что государства на школьных учреждениях да это соответственно контролируется но за этим конечно следят медики организации профилактических мероприятий да особенно в пик заболеваемости мы знаем эту мечет контакт до родителей когда закрывать и так далее больше влажной уборки проветривания организации контроля в обеспечении требований санпинов и конечно же здоровье сберегающей среды возможность проветривания возможность двигательной активности и значит соблюдение двигательного режима следующая группа это физкультурно-оздоровительные технологии направлены именно на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка конечно прежде всего это развитие физических качеств двигательной активности и вообще становление культуры именно до что себя входит мы привыкли физкультуре физкультура физкультура непосредственно сюда же относятся понимание для чего им нужно нужны эти занятия для чего им нужно утренний заряд для чего нужно играть подвижные игры также это закаливание значит о чем мы говорили да именно под руководством и медицинского персонала и чутким руководством самого педагога и понимание когда и какие виды можно использовать вот одно из активных технологий который применяется на современном этапе это является дыхательная гимнастика и она помогает не только детям потому что дети часто болеют острыми респираторными заболеваниями да понятно что она помогает регулировать и увеличивать жизненный объем легких потому что жизненный объем легких является как раз одним из критерий при мыл мониторинга до медиками для того чтобы понимать насколько идет развитие да и дыхательная гимнастика позволяет нам расширяет дышать говорят полной грудью для чего это потому что более развитие дыхание такого что вы при небольшой пробежки до после занятия не было дышки не было скажем такого кашля это все достигается путем конечно же тренировок массаж и самомассаж да значит естественно как профилактический массаж мы можем использовать до разминания там кожи до чтобы активизировалась да там уши и так далее значит особенно ладони пальцы выполняя самомассаж а уже как лечебный массаж естественно по назначению врача значит рекомендуют не рекомендуют и используется дошкольном учреждении профилактика плоскостопия ну здесь мы понимаем что это вообще необходимое мероприятие для всех детей да но особенно если мы видим что есть нарушение со стороны полноэнергетического аппарата и формировать для формирования правильной правильного свода стопы да чтобы не носить корректирующую обувь и так далее это важно да профилактика плоскостопия хождение по специальным дорожкам это значит мягкая обувь для того чтобы постоянно мышцы стопы работали и тем самым оба значит мышцы развивались значит риток крови и формировался правильный свод стопы правильная осанку в течение всего дня мы следим и немаловажно но если мы видим что опять же там слабость мышц особенно спины да уже появление сколиоза да еще каких-то то есть спину не держит прямо ребенок там опущение плеча особенно при нарушениях при нарушениях ополнительного аппарата то конечно здесь особое внимание плюс к скажем определенным корсетом до необходимо строить работу именно по формированию правильной осанки и это немаловажно также оздоровительные процедуры и хорошо когда есть бассейн да потому что плавание особенно для мышц спины ну и вообще скажем для мышц всего тела и для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата важно так работа на тренажер опять же должны быть специальный тренажер для детей дошкольного возраста соблюдать временной интервал работы до детей тренировки на тренажерах они как и называться тренажер то есть он с этими днями будет крутить это ничего хорошего там что будут развиваться мышцы ног датус неравномерная скажем так смены видов деятельности работа на разных тренажерах по возможности и опять по рекомендации специалистов в том числе и медиков особенно ну и повседневно конечно это воспитание привычки вообще забота о своем здоровье понимание для чего он это делать почему значит гигиенические процедуры чистая одежда умывание так далее мать урок просто объяснение понятно это вообще идет забота о своем здоровье и реализация этих и других технологий как правило осуществляется специалистами и по физическому воспитанию и педагогами воспитателями конечно специально организованных в условиях специально организованных форм оздоровительной работы отдельные же прием этих технологий широко используется и в других формах организации педагогического процесса и на занятиях на прогулках и другие режимные моменты это важно опять же где мы можем применить тот же самый массаж да значит дыхательную гимнастику водной среде да то есть если нет бассейна да но соответственно где-то с водой то специальное значит а аква гимнастика на вот мы ее рассмотрим как можно просто скажем специальным специальной емкости до применять эту технологию работу и едем конечно интересно они ведь это любят повозиться в воде скажем так вот так культурно-оздоровительные технологии именно в детском саду да это воспитание вала прежде всего валиологическая культура или культура здоровье да мы говорили это важно физическая культура понимается что понимание соблюдение режима дня режима питания цель этих технологий становление осознанного отношения ребенка к здоровью к жизни человека накопление знаний о здоровье и развитие умения великать поддерживать и сохранять его обретение валиологической компетентности позволяющий дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения задачи связаны с оказанием элементарной медицинской психологической помощи и самопомощи понимание что как ребенок вялый так далее ты болеешь не знаю а как ребенок может определить температура голова горячая значит апатия да он мерзнет и так чтобы именно ребенок уже сам понимал да что он заболел да и первую помощь так себе оказать да например а пить у кладенца прилечь значит отдельное питье как бы мы об этом должны говорить ребенку дошкольных педагогик наиболее значимым видом технологий относится технологии лично ориентированного воспитания и обучения и вот ведущий принцип таких технологий это учет личностных особенностей ребенка индивидуальной логики его развития потому что это тоже один из немаловажных принципов учет детских интересов предпочтений в содержании видов детской деятельности и в ходе воспитания конечно мы не можем все обучение строить на интересе но все же привлечь это наша задача заинтересовать да благо к этому игровые приемы значит сюрпризные моменты этому способствуют технологии обеспечения социально психологического благополучия ребенка психологическое здоровье это тоже один из компонентов включающих в охрану укрепления здоровья как одна из задач по стандарту поэтому это технологии которые обеспечивают и психическое и социальное здоровье ребенка основная задача этих технологий обеспечить эмоциональной комфортности позитивного психологического самочувствия ребенка как детском саду так и в семье ну и конечно обеспечение социально эмоционального благополучия умение общения да то есть группа коллективы детей значит под группу детей с кем общается общается он или нет играть так далее за этим наблюдает педагог и соответственно пытается понять почему например ребенок из боя да и почему ему не берут свою команду да хотя там от него избавиться при каких-то соревновательных мероприятиях поэтому реализация данных технологий занимается конечно же психолог до психолог просто так он тоже не будет здесь конечно воспитатель до воспитатель правой проводит беседу и с родителями и соответственно консультируется у психолога либо позволяет психологу до понять почему значит неудачно да это получается к этому виду технологии даже можно отнести технологии именно психолога педагогического сопровождения ребенка педагогическом процессе но мы знаем да у нас неотделима как психическое педагогическое воздействие все это должно соответственно идти в ногу в настоящее время значит проанализируют литературу да значит статьи которые у нас в общем доступе есть да а значит я делаю такие что реализуются следующий здоровье сберегающие технологии вот этому я хотела подвести значит технологии сохранения и стимулирования здоровья что сюда относятся здесь выделяется биоэнергопластика значит в чем она заключается ноги которые взрослые понимает что нужно какое-то душевное спокойствие потому что ритм жизни у нас такому куда-то торопитесь и пишем у нас много работы на работе дома в семье с детьми и так далее и ребенок это видит и понимаешь что но мама как родители в таком корресе вертится да ничего хорошего от этого нет поэтому иногда нужно успокоиться и заняться значит именно когда йога широко применяется на данный момент и хорошо и с детьми хатха йога до прибыли ну это вот дыхательная гимнастика артикуляционная гимнастика немаловажно опять же пытаясь при общении детьми быстрее быстрее значит там ответить на вопрос ребенка мы это говорим не уделяя внимание правильной грамотной речи опять же это ритмы жизни на асторопе соответственно влияет на развитие речи а ведь развитие речи на мой взгляд уровень развития речи умение его высказываться логически излагать свои мысли является одним из критерием до успешности ребенка в общении да то есть социуме в обучении в школе да как у него может это складываться значит в голове там нужно подумать прежде чем сказать как он логически изложит свою мысль если ребенок задает вопрос это плюс к нему значит он любознателен и идет умственное развитие поэтому артикуляционная гимнастика она важна зрительная гимнастика опять же это гаджеты телефоны компьютеры мы смотрим и соответственно у нас устают глаза особенно если текст нечитаемые мелкие да там какой-то шрифт используются опять же это быстро бегающие картинки в детских на определенных сайтах когда особенно дети смотрят поэтому зрительная гимнастика отдых глаз когда мы должны посмотреть на небо да значит в разные стороны то есть просто отдохнуть и и не просто закапать до глаза чтобы отдохнули но именно из детьми особенно использовать данный вид гимнастики он немаловажен так уметь именно дать отдохнуть и глаза это физкультурные динамические паузы которые проводятся паузы после на занятиях математика дети устали устали думать да нужно отвлечься нужно насытить кислородом организм поэтому встали руки в стороны так далее то есть это те же физминутки которые мы проводим и очень важно двигатель надо разогнали кровь по всем по всему организму и релаксация уметь отрешиться от тех проблем да и спокойно соответственно отдохнуть почему потому что вот такие смены видов деятельности мы знаем она благотворно влияет дети с овз они еще больше подвержены нагрузкам да потому что они стараются им сложнее выполнять определенные движения а и начатан не усидчивый до с гиперактивностью сидеть на обычных занятий и заниматься определенным видом деятельности даже если положено по возрасту до 15 минут 20 минут бывает это сложно соответственно такие динамические паузы и физкультурные они необходимы да и даже не просто стали за стола а именно походили и так далее освежили голову сели даже мы увидим педагог если видит что вот особо да те принципы смены видов деятельности постепенности сложно дается материал соответственно мы понимаем чтобы не было переутомления именно того невроза да не возникли невроза мы откладываем до занятия общественной деятельностью для того чтобы заняться и подвигаться так ритмопластика подвижные спортивные игры до пальчиковые игры и давно используют но он как бы на мой взгляд чем больше мы их используем когда и этим интересно и речь развивается память развивается воображение и ручной труда куда не к графе относятся гимнастика пробуждение и много много других это сохранение и стимулирование здоровья технологии обучение здоровому образу жизни конечно это сами физкультурные занятия утренняя гимнастика каждодневная гимнастика после сна массаж самомассаж коррегирующие упражнения ортопедические упражнения соответственно которые помогают активизировать мышцы при привести в тонус мышцы стопу мышцы спины и рук и так далее значит коммуникативные игры да значит то есть игры на общение для того чтобы дети совместно может быть продукты до который какой-то витамин содержится называли да где содержится витамин к и так далее и соответственно отсюда и понимание да ребёнок прежде чем там скушать что-то подумать а скушу я банан да в нем много калия до магнита театрализованная деятельность также активно будет спасут дети двигаются они имитируют движение тех персонажей да где происходит их обыгрывание и это тоже отлично и коррекционные то есть коррекционно непосредственно здоровье сберегающие технологии и технологии которые мы непосредственно обязаны использовать с детьми с особыми возможностями здоровья это технологии музыкального воздействия конечно не все педагоги могут это реализовать все равно какое-то музыкальное образование да или значит должно быть так когда мы не использую песни для взрослых да чтобы дети пели потому что это сложнее нам всегда педагог об этом музыкальный руководитель говорит да вот дети поют там повторяют им это нравится но в то же время до детские песни они на той детские песни для того чтобы сказка терапия до относятся к арт-терапии это интересно когда дети лечение до происходит как бы особенно психического здоровья на основе использования сказок обыгрывания сказок технологии воздействия цвета и не зо логические упражнения психологи часто используют логопедический массаж и важно да как раз для развития речи психогимнастика логоритмика рисование на стекле но это вот уже пошли до творческого характера песочная терапия не только песочница а также специальные контейнеры где дети с мелким песком где дети рисуют и у им удобно то есть если мы попросим нарисовать он скажет я не умею и как бы откажется да вот такой терапии то песочная терапия она доступна и легко и то же время интереса потому что дети всегда любят возиться с песком плохо сейчас этих песочников песочниц осталось мало да где бы дети играли и кто-то строю экспериментировали значит детских садах конечно есть они спорят а но опять же нужно привлекать работу но это интересно и с песком помог поэтому специально я помню наш дети тоже разносили песок по комнате да когда мы использовали данный песок тоже мы стали использовать манку да и опять убить по составу интересные рисунки и то же время происходит успокоение так ориентированная терапия мандалы терапии и другие и вот мы сейчас как раз не три из них рассмотрим я конечно немного уже как бы вот раскрыла да те же технологии сохранения и стимулирования здоровья значит почему потому что вот эти же динамические паузы они способствуют снижению утомляемости до между видами организованной образовательной деятельности значит для того чтобы повышалась активность ребенка умственная да чтобы он доделал задание и конечно использовать дыхательную гимнастику опять же да насыщение кислородом всего организма из минутки значит не более трех-пяти минут до включающие различные упражнения и с выходом из стола то есть смена позы деятельности а лучше вообще если если они вообще в круг сели да и либо стоя то есть это важно поменять именно ту позу которой дети находились долгое время делоксация да мы конечно затронули что это метод направлен на снятие именно мышечного и нервного напряжения с помощью специально подобранных техник также способствует снятию напряжения после сильных переживаний или же физических усилий ослабление вызывается путем специально подобранных игровых приемов с музыкальным либо со словесным сопровождением и опыт показывает что в результате применения релаксации у многих детей налаживается сон он становится более равновешенным спокойным ну и конечно важно помещение да то есть та среда где реализуется та или и на технологии то среда она должна сама быть здоровье сберегающей до проветриваем а чисто чтобы ничего не мешало и конечно все зависит опять же от нервного состояния ребенка вот одна из здоровье сберегающей технологии это суджок терапии вот наверное знаем да что су это переводе с корейского кисть джок стопа и здесь у нас активные точки располагаются до соответствующие все органы тела поэтому оказывая воздействие на данные точки мы стимулируем функционирование внутренних органов упражнения суджок терапия обогащают знания ребенка о своем теле до развивать тактильную чувствительность конечно же это мелкомоторика это речь да поэтому вообще как бы на мой взгляд именно применение данных технологий в развитии речи она вообще как бы является первостепенным да потому что и детям интересно способствует и общему укреплению здоровья и конечно лучше совмещать и с другими видами это пальчиковый гимнастик это самомассаж но в то же время мы знаем что конечно такой картинки да не очень хорошего когда идет массаж шариком ежиком да они такие более твердые массаж кольцом я знаю что учителя непосредственно применяю до начальных классов и детьми да особенно на начальном этапе обучение письму потому что дети стараются пальцы напрягаются нервное напряжение дает и соответственно чтобы снять это как и напряжение с пальцев до чтобы они отдохнули помимо пальчиков гимнастика как раз используют вот это вот одевание до массаж кольцом ручной массаж кистей и пальцев рук и массаж стоп здесь конечно для стоп используя специальные двигающие желательно деревянные не повреждающие стопу но кожу ну да и и пластмассовые шарики тоже да они такие немного помягче но сейчас очень много таких есть скажем тот же балансировочный диск который надувается да на определенные тугости скажем там да более твердые мягкие где также массаж стоп происходит и значит соответственно данный вид терапии я думаю что вы используете сутжок терапии особенно логопеды но мы знаем что вот вот такие материалы средства да используются после инфарктов инсультов да когда параличи да происходит определенных конечностей для реабилитации да и поэтому с детьми тоже данной терапии широко применяется давайте я значит прочитаю да и потом на ваши вопросы мы ответим да это интересно конечно следующая аква аква гимнастика то есть хорошо когда она проводится в бассейне да но соответственно если нет возможности да значит то используют вот такие пальчиковые игры воде это упражнение на знакомство с водой значит ее свойствами да какие-то игры воде которые сопровождаются проговариванием до стихов чистоговорок движениями снировка каких-либо рифмованных историй сочинением сказок при помощи пальцев и различных мелких игрушек комплексы игровых упражнений и игр значит такие занятия с тактильными тренажерами это могут быть воздушные шарики наполнены крупами воде упражнений в мини бассейне с водой и с разными наполнительными то есть не только вода да но и гидрогель возможно этого это песок это фасоль более крупная да но какие-то мелкие камушки песок те же ракушки мы закапывали и дети откапывают на входе трубу тем самым происходит вот это тактильное развитие и вот здесь как раз представлены какие игры у морских обитателях как соответственно можно их импровизировать и использовать до акватерапии потому что на самом деле вода да ну видите как вода будет везде и соответственно если в группе много детей то использовать сложно именно индивидуально например при работе психолога да или логопеда вот смена видов деятельности использование как песочной терапии либо с гидрогелем да либо вот с водой на мой взгляд интересно так следующее тоже наиболее широко применяемая это ароматерапия или аэро аэро фито терапии да значит изучает аспекты лечебного и профилактического использования ароматических средств эфирных масел она включает методы массажа ингаляции ароматизации помещений и приема ванн методика паров для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания еще была предложена акимовом и остапчук и названа именно аэро фитотерапии то есть не просто фитотерапии когда далее значит настой трав да вот использует а именно дыхание да кто где из кем можно использовать да именно а значит ароматерапию конечно же это частые заболевания армии это нарушение сна аппетита повышенная возбудимость детей до для успокоения да но опять да мы должны понимать с кем можно использовать нету ли нет аллергии у детей на данные препараты и соответственно опять же под чутким руководством медиков после беседы с детьми с родителями до детей для того чтобы было понимание они реагируют потому что те же скажем вот для скажем при нарушениях ста мы знаем да лаванду успокаивает лавандовое масло значит веточки лаванды используются в спальне комнаты это хорошо и соответственно либо какой-то успокаивающий чай но опять же вот при определенных заболеваниях да мы не не всегда можем использовать да может быть наоборот аллергическая да и заложены сноса но применяется при заболеваниях органов носоглотки и нервной системы снижая излишнюю такую тревожность либо возбудимость детей до для того чтобы там последствия организовать определенное индивидуальное занятие может проводиться в двух вариантов это ароматерапия помещений до в отсутствии детей но и какие-то индивидуальные сеансы и вот как раз такая у меня картинка когда значит эфирные масла которые облегчают симптомы простуды и и вирусы у ребенка да конечно нужно то есть мы их используем чеснок да лук и так далее да иногда детям это не нравится а когда приятно потому что составе но многих как раз и входят эфирные масла вот при насморке например это эвкалип сосна и мы знаем что индивиде если так ребенок не захочет кушать дай для профилактики вот и прогулки сосновом бару да это тоже ароматерапии да нельзя же санаторий строится и на сосновом бару при головной боли но здесь очень вообще что вызвало головной боли что вызывает у головной боли то взрослые понимают перепада давление так далее что вот и до года до совсем минимальная да это ведь и даже гераль да на мой взгляд мне кажется такой неприятный да конечно же при аллергии естественно это мы вот после беседы с родителями и с медиками должны понимать да что и где можно использовать при кашле много есть у нас препаратов также на травах да и опять же да смотря реакцию именно не вызывали реакцию данные препараты поэтому педагогам самостоятельно от захотеть понравится как пахнет лаванда да и использовать в работе с детьми тоже поставили значит капнули до эфирного масла лаванды проводим занятия а лаванна она как раз успокаивает да и соответственно снижается активность детей занять понимание этого вот мы знаем как бы да и легенцы у нас эвкалиптом да есть значит ромашка даю часть ромашка полоскаем горло ромашки и соответственно так или иначе как и родители так и педагоги мы применяем и возможно использовать именно ароматерапии непосредственно такую коробочку мы сделали со студентами где находятся различные сушеные вот травы да и дети по запаху определяют значит что то такое вот такая игра потом детям завязывают глаза они же не видят что было в какой баночке и снова значит нюкают да и угадывают да ну такие наиболее простые например там гвоздика мята да шалфей по пониманию вот как работает без зрительного анализатора именно дыхательная до системы это тоже интерес так следующая интересный и применяемый в работе с детьми больше родителями да это галлотерапия метод лечения и реабилитации основаны на использовании искусственно созданного микроклимата соляных пещер это специальное оборудование помещения галлокамеры которая вся поверхность которая покрыта именно кристаллами соли но и показания открывают такие соляные пещеры и родители по возможности опять же по рекомендации да если нет возможность часто заболеваний почему на море почему едет на море отдохнуть и в то же время это как раз дыхание солями моря да и профилактика как раз бронхолегочных заболеваний и поэтому показания и бронхик и лор органов да ну вот даже при наличии аллергических реакций когда аллергический насморк поле нос когда сырья с диатез экзема тоже рекомендуем опять же индивидуально смотреть реакцию ребенка да соответственно на то как это воздействие происходит да и соответственно если все потом нормально нормально будет нет уже негативная реакция да и ребенок задыхать или же наоборот больше вызывает поэтому нужно уже ограничить да скажем такое но главное что не назначается одновременно с водными и процедуры и ароматерапии я думаю у вас тоже дал городах есть такие соляные пещеры куда рекомендуется опять же у нас мы ходим лечиться и соответственно да это хорошо срабатывает следующий вид гипокситерапия до от слова гипоксия мы знаем да это когда нехватка кислорода да это то есть гипоксикатор специальный аппарат для получения горного воздуха поднимаясь выше до на уровне моря до считается меньше происходит гипоксия это опасно но это устройство да значит понижающее парциальное давление кислорода воздуха какие показания это нервной системы заболевания это астеноневротические депрессивное состояние период адаптации особенно детей да и заболевания органов дыхания это аппарат когда дети одевают да и свободно сидят и дышат через маску таким образом как бы происходит такая профилактика возможность адаптироваться таким условием сложным условием но в непосредственно профилактическое воздействие так следующее интересное такое название теренкур да не знаю слышали или нет это предусматривает дозированные физические нагрузки на тело человека путем пешеходных прогул да то есть это то пишет подъемов спусков то есть специально подготовленных и по размеченным маршрутах система оздоровительной работы с детьми теренкур маршрут здоровья да проводится по территории самого детского сада как занятия на свежем воздухе потому что одно физкультурное занятие должно проводиться на свежем воздухе карту нет это обязательно возможно во время утреннего приема в летнее время да например нет возможности поиграть дети ходят соответственно по территории вокруг именно детского сада здания и на прогулок и вот березовская она как бы эту технологию широко применяет разработала три маршрута для разновозрастных крупной главное что формирует выносливость укрепляет мышцы нижних конечностей и стимулирует активно обмен веществ на сегодняшнем да когда у нас гиподинамия активная ходьба нам необходима и вообще как бы медика рекомендует не заниматься каким-то видами спорта просто один это самое лучшее что тренирует наши органы до особенно сердечно-сосудистой системы так и так и немного побыстрее до сухой бассейн также решает задачу соматического оздоровления профилактика лечения детей с двигательными неврологическими заболеваниями и жесткость данных шариков она зависит от возраста детей то есть чем старше тем они жестче дать тем бассейн немного крупнее упражняются в различных исходных положениях и стоя и си и лежа на спине и животе и какие же показания конечно это заболевание опорно-двигательного аппарата из дцп с нарушением осанки и при невроз и когда чаще вот вообще стали применять данный бассейн для двигательной активности он интересен да когда как бы нет возможности данного бассейна водного дети именно там любят активно до двигаться эти мячики оказывают очень сильный массаж я сама попробовала и мне показалось очень жестко неприятно да но именно вот благодаря такой жесткости данного наполнителя дети активно именно и происходит масса улучшается кровообращение но в то же время данный массаж помогает детей с детям раскрепоститься пойти на общение с аутистами и на практике это мы отмечали центр реабилитации проводя занятия в нашей лаборатории на базе нашего вуза и факультета как раз реализует да и а дети идут на контакт потому что бассейн помогает им раскрепоститься двигаться и как бы ребенок ребенку удобно хорошо это самое главное да чтобы не вызвать именно нервозность следующая технология это музыка терапии и звукотерапия то с лечениями как звуком и природы либо значит музыкальное сопровождение режимных моментов это у нас конечно используем в то же время музыка обладать сильным психологическим воздействием и оказывает влияние на состояние нервной системы либо успокаивает расслаблять либо же наоборот а возбуждает и как бы на дальнейшие активные действия помогает при организации просто форм двигателя активности включая музыку да и конечно особенно следует помнить об особенностях воздействия до характера мелодии ритма и громкости на физическое состояние детей и это немаловажно дыхательная гимнастика это система упражнений на развитие речевого дыхания и важно да потому что нарушение темпа ритмической стороны речи встречается у детей да с нарушениями речи и как раз дыхательная гимнастика позволяет скажем решить данную проблему да и насыщение организма кислородом улучшение обменных процессов повышение общего жизненного тонуса ребенка сопротивляемости и устойчивости но нормализация психоэмоционального состояния организма но и развитие силы плавности и длительности выхода выдоха и вот возможно как групповые индивидуальные и в работе с детьми используются дыхательные упражнения с удлиненным усиленным выдохом то есть нельзя же мы говорим звукоподражание да ра ра мы выдыхаем для того чтобы ребенок научился именно на выдохе да и произносить слово да на одном выдохе значит также используется то есть является частью развивающей предметно-пространственные среды это вертушки мыльные пузыри игрушки тренажеры специальные проводятся в различных формах оздоровительной работы и во время гимнастики и после дневного сна и конечно на без минутках и особенно хорошо да потому что мы должны дышать в полной груди чистое свежее проветриваемое помещение ну и приводится как бы примеры до дыхательной гимнастики это тоже можно конечно найти спасибо за внимание значит вопрос да вот был это литература необходимая то есть которую можно использовать так вот вопросы да я сейчас зайду и отвечу на ваши вопросы но эмоциональная так вот эмоциональное благополучие два вопроса до узком значит понятие благополучие да то есть когда ребенок себя комфортно чувствует да скажем это является более широкий смысл на мой взгляд а узким эмоционально когда ребенок не стесняет того выражать свои эмоции он ему комфортно психологический комфорт и это мы видим уже по поведению ребенка для по его какой-то деятельность и самое важное если ребенка не нравится заниматься там на каких-то тренажеров значит мужем говорим что нет как бы этого благополучия да тем более эмоционального потому что эмоционально волевая сфера вот видите это идет тесная связь эмоционально волевой сферы мы делаем это потому что мы понимаем понимание что это нужно нужно для меня для здорового образа жизни того чтобы я рос и развивался а не так просто значит это тоже дыхательная гимнастика да сделали лишь бы педагог отвязался да а не важно как сделать и какое удовлетворение ребенок сам получит соответственно если он получает максимальное удовлетворение хорошо сказывается на его организме и особенно на психическом развитии физическом развитии и все в целом это объединяется на мой взгляд эмоционально благополучие и главное соответственно ребенок это должен понимать да и такими путями игрового момента мы доносим для детей что видишь как хорошо мы позанимались значит щечки порозовели активно работа значит все органы работают хорошо сделали массаж до пальчики отдохнули при пальчику гимнастики тем самым достигается эмоциональное благополучие думаю я ответила да на ваш вопрос спасибо вам большое так сейчас хорошо если данная информация опять же тем очень широкая да мы видим дальше сколько значит технологии здоровоизберегающих возможно использовать детьми со вызов там что мы конкретно не рассматривали детей с нарушениями зрения да здесь нарушениями слуха и так далее потому что для них тоже применяются свои особенные здоровоизберегающие технологии не было бы приятно а вот такая ответная реакция какие бы вы темы вам были интересны да какие бы чтобы подготовить информацию да и самой разобраться и посмотреть как на практике реализуются другие технологии может вообще другая сфера работы с детьми спасибо будем завершать да я сейчас спасибо до свидания интересно тема спасибо хорошо национального благополучия взяла себе на заметку попробую вот какие вот значит подготовить данный вебинар в анонсе вы увидите эмоциональное благополучие кто не сначала вы соответственно конечно можете ознакомиться с презентацией кратко опыт работа других учреждений тоже на мой взгляд интересно посмотреть и тоже применяем по окей ance